Пустырь. На нем пара асфальтированных площадок, на которых кроме асфальтового покрытия не было ничего. Так выглядел двор дома 62 на улице Чистяковой в 2012 году. Жильцы не стали ждать, когда застройщик займется благоустройством территории и взяли инициативу в свои руки. Так появился двор для всех поколений, в котором есть несколько детских площадок, тренажерный комплекс, пешеходные дорожки, пандусы, лавочки, альпийская горка и японский мини-сад. Мы ездили, вызывали сюда проектировщиков детских комплексов, мы с ними разрабатывали проекты. Ведь нельзя просто взять и поставить турник, нельзя просто взять и поставить качелю. Есть нормы, есть санпины, которые мы должны соблюдать. Детских площадок в необычном дворе две. Одна для детей помладше, другая для тех, кто постарше. За безопасность подрастающего поколения родители могут не волноваться. И горки, качели и другие элементы площадок жильцы дома выбирали сами. Мы максимально старались учесть все мнения. Кто-то там, у кого нет детишек, они говорят, ну не надо нам эти детские площадки, сделайте нам парковку. У нас по проекту, мы когда сюда въехали, у нас было всего 32 парковочных места всего. На сегодняшний момент у нас больше 200 машиномест, из них большая часть экопарковки. Застройщик оценил инициативу жильцов 62-го дома, помог финансами и поддерживает развитие проекта. В планах создание хоккейной коробки и баскетбольной площадки, а также установка системы видеонаблюдения. Инвесторы у нас пока только застройщики, потому что финансирование-то большое. У нас подписан проект видеонаблюдения детских площадок. Уже закуплено практически все оборудование. У нас осталось единственное решить, как подключить, потому что нужно подключать к уличному освещению, а это же уже баланс города. Вот мы сейчас пытаемся с городом решить этот вопрос. Как только они нам подпишут, мы сразу же устанавливаем все видеокамеры. У нас на каждую площадку идет по 6 видеокамер. Они будут полностью просматривать всю зону безопасности. О таком дворе мечтают не только жители Новой Трехгорки, но и других микрорайонов Одинцова. А Ирина говорит, что все в их руках. Было бы желание, а возможности найдутся. Евгения Августина, Владимир Деньков, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.